МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Контракты на полмиллиарда долларов и 2000 удельников. В Могилёве сегодня завершился пятый форум регионов Беларуси и России. Самое теплое и пяшотное свято в осени. Беларусские жанчины примают веншаванье с Днем Мати. Биражи здоровья с молоду. Студенты и выкладчики медицинского университета проверили зрок выхованцам детского дома. А зараза б гэтым меньшим больше подробязна. Сегодня в Могилёве завершился пятый форум регионов Беларуси и России. Под час пленарного посяжения минавито региональное супрацовненство названо ключовым фактором интеграции. Программа форуму была вельми насыщенной, причим во всех мероприемствах удел примали и простовники Гомельской области. Олег Сенсеров, Володая, под обязанностями. С 10 по 12-го встречника у Могилёве проходил пятый юбилейный форум регионов Беларуси и России. А по масштабе мероприемства можно мерковать по кольке всех гостей. Амали – 2000 человек. Самый активный удел у форума приняла и Гомельская область. Ясчэ до официального початку работы форума о Комсомольском сквере Могилёва Гомельская область открывает свою пляцовку. Головное мета – представить годовоэкономичный, культурный и туристичный потенциал региона. На площади у Амали – квадратный километр, презентация продукции мясомолочной и хлебной промысловости, солодкая продукция и выступление мостовских коллективов. В область – стендерс информации об санаторно-оздоровленческих установках и маршруте «Золотое кольцо Гомельщины». Проект «100 идей для области и еще икраины» презентуя инновационную и навыковую деятельность молоди. На пятый форум региону Беларуси и России у Гомельской области складаются великие надеи. Российская Федерация заявляется нашим основным партнером. Сегодня на ее долю пропадает Амаль две трети наших товаровоборотов. Проведение совместных встреч – еще одна могчимость – активизовать сопротивление. У нас в конце каждого августа проходит Сенская ярмарка, где все наши соседи, предприятия в Беларуси представлены очень большим спектром. Мы также участвуем у наших соседей. Это и весна в Гомере, форум экономический в Могилеве. Мы стараемся быть ближе и руководством, и чтобы ближе были наши бизнесменные бизнесы. Перспективы супрацовництва обмерковались и подчас встречи старшине Совета Республики Национального схода Беларуси Михаила Мясниковича и старшине Совета Федерации Федерального схода России Валентина Матвиенко с героевниками регионов и Украин. Час меморандумов про еще сегодня необходимы конкретные выники. У деньгами супрацовницы кажутся об достижениях и огочутся пропоновую по дальнейшим супрацовництве от реализации программы «Союзный трактор» до распроцовки суместных мероприемств при Меркованах до 70-х годах Великой Перамоги. Сустреча завершается подписанием погоднений от Межурадовга по поставках сельско-господаршей продукции в наступном годе до региональных сочиня Гомецкого оба Волконкаму Владимир Дворник ставить подпись на погоднениях обсупрацовницы с Республикой Буратио, а так само с Самарской и Кировской областями. Вверху поздней еле губернатора значить. Подчас подрихтовки документа разглядели усе махчимые на керунке взаимодействия. Совпадают абсолютные интересы в области цифровизации, в области внедрения телемедицины, с точки зрения экономии средств бюджета, с точки зрения удобства пациентов. Мы регион, который производит, так же, как и Белоруссия, большое количество сельскохозяйственной продукции. Мы одни из лидеров в нашем Приволжском округе по производству молока. Мы уже почти вышли на цифру миллион тонн молока, 7600, у нас средний надой на корову. И я думаю, что и здесь есть большая почва для сотрудничества, поскольку Гомель, промышленный регион, производит много оборудования для перепработки молока. Поэтому, вы знаете, подписать просто соглашение «давайте будем дружить», наверное, это очень неправильно. Поэтому мы долгое время занимались его подготовкой, и я надеюсь, что практические результаты будут видны уже непосредственно в ближайшее время. Клинарное посаджение с уделом керунку Белоруссии и России, ключевое мероприемство пятого форума, размыва о приоритетных на керунках регионального супрациониста. Сегодня в творческой кооперации связаны больше 8 тысяч предприемцев двух краин, и вельми часто эти советы начинаются миновиты на региональном узровне. «Именно в регионах наших стран начинается множество производственных технологических цепочек по выпуску совместной продукции. Практически в каждом белорусском изделии будет атрактор, большегрузные автомобили, легковой, бытовой прибор, есть российский компонент». Разум с тем, по словам Александра Лукашенко, у белорусско-российских экономических относинок по-ранейшему застаётся актуальная тема проведения узгодненной политики у промысловости и поглубления кооперации. Одночасово необходимо ликвидовать любые обмежевания во взаимном гандре и забеспечить ровные умовы для субъекта господарения. Особливо это отличается супрационинство в агропромысловом комплексе. За час проведения форум регионов доказал свою эффективность. Это еще одна плясовка для президентов двух краин, керунков регионов и представников бизнеса для меркования ключевых пытаний у междержавных относинов». «Что ценно? Дискуссии между участниками форума носят заинтересованный предметный характер. Вот сейчас только коллеги выступали и говорили о совершенно конкретных вещах с настроем на достижение хороших, конкретных, как в таких случаях говорят, договоренностей по дальнейшему расширению деловых и культурно-гуманитарных контактов между регионами наших государств. Подчеркну, Россия дорожит союзническими отношениями с Белоруссией. Стремимся наращивать связи по всем направлениям, на принципах добрососедства и, разумеется, взаимной выгоды». Олег Сентяров, Валерий Гапанько, телерадо и компания «Гомель» из Могилёва. 19 жанчин из всей Гомельской области отримали сегодня ордены мати. Урочистая церемония отбулася в Громадско-культурном центре. Тут пройшел перецвяточный прием жанчин, промеркованный до Дня Мати. На его запросили 40 представниц нашего региона. У семьи Добрушанки Натальи Драбковой 11 детей. Пятера своих и шастера приемных. Я ее профессия – одна из самых гоноровых. Жанчина – выхователь детячего дома семейного типа. Инакш, кажучи, працую мамой. Да я любу и пяшоту хлопчикам и девчинкам, які не смогли отримать их от своих биологичных батьков. Кажа, что иншого лесу зараз не уявляя. «Мои дети очень понятливые. Мы воспитали своих детей биологических. Они очень понимают, они заботятся о этих детях. Вот маленькие к нам, которые дети приходят. У нас нет разделения такое мое, твое». Ордены Мати отримали 19 джихарок нашего региона. Усяго ж такую знагороду мать амаль полторы тысячи женщин. Самым представленным на сегодняшнем приеме был Октябрьский район. Отсюль на орошистую церемонию приехали одразу пять женщин, яким урушили Ордены Мати. На мероприятии участвуют женщины, заслуженные, которые являются профессионалами на работе, имеют определенные достижения, но в то же время они находят время и возможность для достойного воспитания нового поколения. Зараз в регионе проживают свыше 16 тысяч семью, которые выховывают трех и больше детей. Семьи, где растут пять и больше, на Гомельше не коля 900. Подтримка матери, которые створяют великие, мощные семьи – приоритетная задача державы. День матери – это тот праздник, когда мы говорим слова благодарности нашим многодетным семьям, нашим мамам, вручаем ордена матерей и говорим им добрые слова за то, что они являются непосредственно той ниточкой социальной политики, которую проводит сегодня наш глава государства. Мы так само долучаемся до веншования, уже даем всем белорусским мате отшивать клопот не только державы, а и своих родных. Марина Жалая, Вольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадо «Компания Гомель». И в протяг темы. В Беларуси рихтуется новая редакция працонного кодекса, где не только мамы, а и родители отримаются в додатковой льготы и махчимости. Державой до этого лимкнулась у Себакова поддерживать семьи. Например, в зависимости от количества детей предугледжены широк преференций. Это выплаты при народжении детяти, крыху больше за 2000 при народжении первого и амальтры другого и наступных детей. Трехгадовый декретный отпочинок с захованием працонного места и что месячной допомогой. Материнский капитал у померы 10 тысяч долларов для семья, где выховывают строк и больше детей. Важны накерунок и льготные кредиты на будовництво жилья. А на пранце додатковый свободный день у тыдень для шмадетных мати. А лей про наявности одного и двух детей жанчины мают працонные послабления. Катерина Александровна, расскажите, пожалуйста, какие льготы и особые условия труда предоставляются работающим женщинам, матерям в Беларуси? Женщины-матери, согласно трудовому законодательству Республики Беларусь, действительно имеют определенные льготы и гарантии, которыми они имеют право воспользоваться в период осуществления трудовой деятельности. Например, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, они не могут быть направлены нанимателем в служебную командировку, не могут быть привлечены к работе в выходные дни, в праздничные дни, в государственные праздники. К работе в ночное время женщины, которых детки до трех лет, привлекаются только с их письменного согласия. А вот тоже мамы, которые имеют детей в возрасте от 3 до 14 лет, они направляются как в служебную командировку, так привлекаются к работе в выходные дни, к сверхурочной работе только с их письменного согласия. Если мама многодетная, и если у нее трое и более деток, либо ребенок-инвалид воспитывается в семье до 18 лет, то такая мама имеет в соответствии с законодательством Республики Беларусь право на один свободный день в неделю с оплатой в размере среднедневного заработка. Великий репортаж, присвященный Дню Мати, глядите в программе «Навин и ты дня» в неделю на телеканале «Беларусь 4 Гомель». Добрые ранницы мамы. Аутоледи маршрут, яких сенью ранку пролегал Прозречицкий проспект, отримали кубок кавы, подарунки одержа аутоинспекции и веншаванье с надыходящим Днем Мати. Всех с праздником. Конечно, привыкли, что останавливают инспекторы ГАИ. Это все привычное дело, потому что за рулем уже почти 10 лет. Но всех женщин, всех мам, всех бабушек, сестер, всех с праздником и всех-всех-всех благ. Раннишнюю каву отримали сегодня 15 водителям. Такую приемную акцию напереда Дни Дня Мати областная держа аутоинспекция провела у першыню. Женщины с початку крыху полохались за потребованием инспектора спыниться. Але про замгнение они уже дяковали за такий незвычайный и оригинальный раннишний сюрприз. А кроме горячей кавы, женщинам дарили памятку об безпеце дорожного руху и фирменный флажок ДАИ. И напомин, зауседы притрымливаться правилам дорожного руху. 13-го Кастрычника пройдуть черговые суботние промыя линии. У Гомельске Маблывы-Канкаме на Сувязи будзе керавник справ Алена Кличковская. Номер телефона 33-12-37. Гомельчане могут задать пытанник керавнику справ Гарвы-Канкаме Алексею Васюченко. Номер 33-07-62. Час працы промыхлений с 9 до 12 годин. Студенты и выкладчики Гомельского Державного Медицинского Университета проверили зрок выхованцам дитячого дома. Доброченная акция была промеркованная до сусветного дня зроку. С собой медики привезли все сучасные обсталявания. 60 хлопчиками дзяучинкам проверили вочное дно, вызначили стан сосудов и сетчатки. У многих дзятей были выявлены патологии. А кроме знижения вострыни зроку, регистровались выпадки косовокости, которые потребуются тем лику хирургичного лечения. У вынеку офтальмологи выросли узят шефство над дитячим домом и на постоянной основе сочит за станом зроку выхованцев. Дети – это особое государство. Если ты хочешь, чтобы ребенок тебе сказал «да», ты говори. «Тебе хорошо в этих очках?» Ты услышишь «да, хорошо». Если ты сказал «тебе плохо в этих очках?» Ответ ты услышишь «да, плохо». А в данном случае прибор показывает объективные данные, то есть насколько правильно подобраны очки, или они имеют гиперкоррекцию, то есть больше, чем нужно, их надо ослабить, или наоборот их надо усилить. А кроме оказания медицинской допомоги, студенты подрыхтовали для детей тематичный спектакль. У якой краине з'явился первый банк? Откуль пайшло слово «ипотека» и чому «копейка» отримала такую назву? У техничном университете «Мясухого» прошел урок финансов. Яго промерковали до 50-ти годзе в НУ. В мероприемстве, проведение которого инициировал Нацбанк, делничали зорки белорусского шоу-бизнеса. Яны задавали студентам, яких собралося каля пау тысячи человек, цікавые и каверзные пытанни. По выниках викторыны самые досвеченные и эрудированные отримали призы. На их организаторы не скупилися. Парасоны, рюкзаки, футболки, кепки, термокубки – ясче шмат подарунков засталося на память об этом оригинальном финансовом уроку. У нас непосредственное мероприятие для студентов. А для студентов у нас разработана индивидуальная программа. Потому что студенты – это та категория населения, которая, например, очень много платежей проводит в интернете. И, соответственно, там может быть и мошенничество. И вот как избежать, скажем так, неприятных последствий? Вот такой блок вопросов и ознакомительный блок, он тоже будет. Это и так сама иншая новина, вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Доброго вам вечера и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто». В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Злой рок или нелепая случайность? В Гомеле на шестом переулке Ильича второй раз за год горел коттедж. На этот раз жертв избежать не удалось. Пожар случился в половину второго ночи. К моменту приезда подразделений МЧС открытым пламенем горела кровля двухквартирного кирпичного жилого дома. При разборе завалов на полу в одной из комнат спасатели обнаружили тело хозяина строения, 62-летнего пенсионера. Примечательно, что в конце текущего года, в июле месяце, в соседней квартире этого домовладения уже происходил пожар. О причинах же сегодняшнего пожара разберется следственно-оперативная группа. Хотя одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Опыт вождения имеет значение. В Лельчинском районе на автодороге возле населенного пункта Ляпляны на своих автомобилях столкнулись две женщины. За рулем иномарки, которая выехала на полосу встречного движения, находилась 29-летняя водитель. Как сообщают в ГАИ, женщина не учла габариты своего автомобиля и ширину проезжей части. Из-за чего выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем марки «Фольксваген». В результате дорожно-транспортного происшествия женщины-водители получили телесные повреждения и были доставлены в Лельчинскую центральную районную больницу, откуда одна из женщин была госпитализирована в хирургическое отделение, вторая отпущена домой. А в Гомельском районе на 28-м километре трассы М-10 решающим фактором ДТП стало отсутствие фликера на пешеходе. 72-летнего мужчину сбило фура. Как рассказал водитель, пенсионер находился на краю проезжей части. Сейчас следователи разыскивают очевидцев наезда. Сотрудники управления по наркоконтролю проводят мониторинг мест массового отдыха молодежи, а для большей результативности берут с собой кинологов с собаками. В Калинковичах очередная такая проверка закончилась с задержанием 21-летнего меньшанина. Зайдя в кафе, служебная овчарка по кличке Дора сразу указала на него своему хозяину. При обыске у гостя из столицы обнаружили марихуану. Несколько граммов высушенного наркотического вещества были завернуты в тысячерублевую купюру старого образца. Парень прятал ее в кармане. А уже в Минске при обыске гаража подозреваемого был обнаружен еще один сверток с травкой. Возбуждено уголовное дело. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Хоккейный клуб Гомель вновь сильнее молодежной сборной Беларуси. Во втором матче подряд Рыси уверенно переигрывают своего оппонента. На этот раз с еще более крупным счетом. Как и в предыдущем матче, гомельчане хорошо начали. И уже в первом периоде свое преимущество конвертировали в забитые шайбы. К 16-й минуте счет на табло горел 4-0. Отличились Колосов, Ревенко, Соломонов и Житких. Завершен был разгром во втором периоде Степановым. Эта победа позволила команде сократить отставание от идущего вторым с Олигорского шахтера на один балл. Правда, у горняков одна игра в запасе. Свой поединок выиграл еще один представитель региона – Жлобинский металлург. На домашнем льду Столивары переиграли «Динамо» из Молодечно. Выдержав стартовый натиск гостей, хозяева удачно реализовали свои моменты. К концу второго периода забросили три безответные шайбы, после чего приступили к игре на результат. Голки Пирогеев капитулировал лишь один раз, а за весь матч, стоит отметить, отразил 44 броска. 3-1 победа металлурга. Завершились полуфинальные бои 16-го международного турнира памяти героя Советского Союза Виктора Ливенцева. За золотые медали соревнований по-прежнему борются шесть спортсменов Гомельского областного центра Олимпийского резерва единоборств. В решающей стадии регион представят Юлия Панасович, Галина Бругевич, Антонина Аксенова, Виктория Кебикова, Александр Халаев и Владислав Смягликов. Финальные бои стартуют завтра в 17.00. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте Федерации Бокса. Сегодня в Гомеле стартовала областная спартакиада детско-юношеских спортивных школ по вольной борьбе среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения. Участие принимают все учреждения, которые развивают этот вид спорта. Состав участников довольно серьезный. Всего на областную спартакиаду заявлено 150 спортсменов. Представлено по 10 весовых категорий у юношей и девушек. Накал борьбы будет не шуточным, ведь ребята этого возраста стоят на пороге взрослого спорта и потому особенно мотивированы. За происходящим внимательно следит тренерский состав. Лучшие смогут не только поехать на республиканскую спартакиаду, но и в следующем году получить возможность отобраться на первенство Европы и мира. Мало для ребят ответственный старт, это потому что они должны все время доказывать, что они сильнее брус. Детские спортивные школы – это соревнования комплексные. Детские спортивные школы показывают, что у них есть на сегодняшний момент, как развивается у них вид спорта, в какой школе он более сильный, более приоритетный. Завтра футбольных болельщиков ожидает Полесское дерби. Гомельский локомотив проведет домашний поединок против жидковического ЮАСа. Начало игры в 15.00. Железнодорожники на данный момент расположились на седьмой строчке турнирной таблицы. Соперники – на одиннадцатой. История взаимоотношений команд насчитывает всего один матч первого круга нынешнего розыгрыша. Тогда была зафиксирована ничья 1-1. В эти выходные стартует чемпионат Беларуси по баскетболу среди женских команд. Гомель СОЖ первую игру проведет в воскресенье на выезде против Гродненской Виктории. Также болельщиков порадует и возвращение женского волейбола. Гомельская надежда первые игры проведет дома соперник Минский РГОР-2004. Завтра начало в 16.00, а в воскресенье старт запланирован на 12.00. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь-4. Субтитры подогнал «Симон»